Сегодня в вечере во Владимире народный артист Российской Федерации, заслуженный деятель искусств, театральный режиссер, педагог Иосиф Райхильгаус. Иосиф Леонидович, здравствуйте. Здравствуйте. Перечислять можно долго ваши реалии, потому что опыт огромен в театральном пространстве, общественно-политическом. И сегодня, сегодня уже есть о чем поговорить у нас во Владимире. Обо всем по порядку, давайте с самого начала. Как так получилось, что вы попали в эту профессию? Хотя тоже не сразу судьба была к вам благословной, были попытки признать непрофессиональную непригодность, но все равно так хотелось служить Мельпомене, да? Нет, я, как многие молодые люди, плохо понимал, что такое режиссер. Я там с детства хотел быть, я жил в Одессе, родился там и море кораблей, я хотел быть капитаном океанского судна, я хотел быть писателем, потому что Одесса, в Одессе все писатели. Вот, я хотел быть там дирижером симфонического оркестра, хотя никакого музыкального образования. Ну, в общем, как-то все это сложилось в режиссуру. Ну, собственно, все остальное, вот и капитанство, и писательство, это все как-то так сопутствует. У меня вышло довольно много книжек, вот только что была премьера книжки, и скоро опять выходит в таком крупном издательстве новая книжка, и театр уже 31 год существует. Вот кораблем я еще не пробовал, но... Ну, если говорить, что ГИТИС – это корабль, то вы там точно не капитан, а маршал судна. ГИТИС – это отдельно. Нет, я один из профессоров. Хорошо. Как вы поняли, что режиссура – это ваше призвание? Слушайте, ну, каждый человек что-то такое про себя чувствует и что-то хочет делать. И, естественно, я к этому как-то так шел, я вначале учился в университете, я вначале руководил студенческим театром Ленинградского университета, ставил там спектакли студенческие, а потом услышал, что в ГИТИСе набирают там великий режиссер Анатолий Васильевич Ефрос, и поехал к нему поступать, и поступил. И очень повезло с педагогами, очень повезло с однокурсниками, очень повезло как-то с каким-то таким вот театральным контекстом, я бы так сказал. И как-то все пошло. Мне вообще очень везет, всю жизнь везет. Да, правда, когда даже там вдруг случается какая-то большая тревога или большая беда или какое-то несчастье, я все равно как-то так фантазирую и понимаю, что, ну, пройдет и все нормально. Это когда вас отчислили за профессиональную непригодность, когда не было московской профиски, это вот, да, это все мелочи. Слушайте, да, это правда. Это правда. Это все тогда это кажется каким-то огромным событием, предельно важным. А на самом деле, когда проходят годы, и ты понимаешь, как эта жизнь, как эта жизнь короткая, как она замечательна, то все вот эти там отчислили, это все кажется просто ерунда. Какой-то. Посмотрите, на тот момент, когда вы были студентом и, как верно подметили, попали в нужный театральный контекст и сегодня, что изменилось? Подход к обучению? Нет, изменилось время. Я не могу, как это, я вам не скажу за всю Одессу, я не могу говорить о всей России, хотя я довольно много езжу и читаю лекции, провожу мастер-классы и помогаю своим студентам-дипломникам выпускать спектакли. То есть, все-таки я вижу. Убиви внимание к человеку. Человек должен быть свободен. Он должен быть свободен в выборе профессии, он должен быть свободен в выборе, не знаю, поликлиники, он должен быть свободен в выборе места своего путешествия. И вот это было абсолютно, нам не давали читать, нам не давали ездить, нам не платили за нашу работу, нас не уважали. Поэтому сегодня, в отличие от вот этих прошлых десятилетий, молодые люди свободны. Это счастье. Сегодняшнее время, несмотря на огромное количество его проблем, сегодняшнее время несравнимо со временем моей молодости именно в пользу. Ты можешь сегодня читать, что хочешь, ехать, куда хочешь, работать и получать деньги за свою работу. Этого невозможно было раньше сделать. Покупать себе то, что ты считаешь нужным, то, на что ты заработал. Сегодня я с восторгом смотрю на своих студентов. И когда слышу от каких-нибудь стареньких профессоров, или не стареньких, а бывают довольно еще крепких и молодых, которые говорят, вот раньше, вот помню, вот учителя были другие, и студенты другие, все другое. Все это абсолютно, это такое старческое дребезжание. Я вспоминаю нашего великого русского поэта Тютчева, который написал по этому поводу, когда дряхлеющие силы нам начинают изменять, и мы должны, как старожилы пришельцам, новое место дать, тогда спаси нас, мудрый гений, от злополучных укоризм, от клеветы, от озлоблений на изменяющую жизнь, от чувства год, ну, дальше будут читать много. Поэтому, конечно, сегодня другие молодые люди, и это счастье, что они другие. И то, что нам казалось открытием, то, что нам казалось невероятным событием, сегодня для них такое проходное, легкое обстоятельство, не более того. Кто из великих мастеров на вас оказал наибольшее влияние и, так сказать, укоренил вас в режиссуре? Ну, вы знаете, я вообще, я неверующий человек, я считаю, что Господь Бог находится внутри меня, и я сам отвечаю за свою жизнь, за свою судьбу. Понятно, что Господь может на меня сосульку сбросить с крыши или кирпич, но, тем не менее, когда вот люди жалуются на то, что, а я не в том городе живу, а я не в том театре работаю, а у меня плохой директор, а у меня плохой муж, это все, извини, ты сам выбирал себе город, директора, образование и все остальное. Поэтому, тем не менее, значит, мне посчастливилось, вы спрашиваете, кто оказал влияние, мне посчастливилось, конечно же, в начале получить мощнейшее образование у замечательных педагогов. Это, прежде всего, в Ленинграде, я умышленно говорю, Санкт-Петербург, ну, что я жил и учился и работал в Ленинграде. Мне посчастливилось даже работать рабочим сценой в БДТ имени, теперь имени Товстоногова, а тогда при главном режиссере Товстоногова. Я видел, как он, как он сочинял свои великие спектакли «Идиоты», «Три сестры», «Горе от ума» и все остальное. Вот, ну, а потом вот везло и до сих пор везет, везет всю жизнь. Везло в ГИТИСе с потрясающими педагогами, с потрясающими однокурсниками. Мой однокурсник – величайший режиссер современности Анатолий Александрович Васильев. Мой однокурсник – крепкий, замечательный режиссер Борис Морозов, руководящий театром армии. Мой однокурсник – я сейчас их буду перечислять, их 10, они все народные артисты, все профессора. Мы все как-то так вот вдруг подросли. Но главное, что вот я, окончив ГИТИС, попал в «Современник», а «Современник» – это, ну, под тем временем… У меня в первом спектакле, который я ставил, в первом спектакле записок Лопатина, играл Гафт, Олег Даль, Табаков, Галина Борисовна Волчек, Любовь Добржанская. Молодые артисты – Ниолова, Райкин, Богатырев, Андрей Мехков. Ну, бесконечно буду перечислять, вот, потрясающая картинка. Вот это моя на репетиции спектакля «Эшелон» с Галиной Борисовной Волчек, которая недавно, к сожалению, ушла. Это одна из моих великих учителей. И учителей не столько в режиссуре, сколько именно в способе руководства театром. Вот, благодаря Галине Борисовне я понимаю, что значит правильно руководить театром. Поэтому, когда сегодня в провинции в основном театром руководят не режиссеры, а директора, это катастрофа, одна из двух огромных бед современного российского театра. Одна из них, вот, руководство директорами, которые рассматривают театр как место зарабатывания денег, как место удовлетворения собственных интересов. И, к сожалению, вторая проблема – это вот эти чудовищные антрепризы, в основном московские, Ленинградз, Санкт-Петербургские, которые шарашат по провинции и просто вот загаживают вкус, глаза, уши и все остальное у наших замечательных зрителей. А они замечательные, потому что они хотят, они идут, чтобы видеть артиста, знакомого по каким-то советским кинофильмам и видят все это, весь этот ужас. То есть здесь в современнике такая была хорошая режиссерская школа, да? В современнике была школа руководства театром, я еще раз говорю. Поэтому я совершенно убежден, что когда в Москве вы идете в Ленком, вы идете к Марку Захарову, и Марка Захарова не стала, не знаю, что будет с театром, понимаю, что не будет. И так далее. И так вы идете, вы шли в современник, Гориня Борисовна Волочек, к счастью, сейчас вот Виктор Рыжаков появился, все, мастер, который поведет театр. И никто не помнит имя директора, его не надо помнить. Потому что театр – это художник, это формулировка творческой программы прежде всего. Вы руководите уже более 30 лет школой современной пьесы, а готовите преемника? Вот что бы так же не случилось, как с театром. Нет, я скажу вам, что такое преемник, это вообще катастрофа, особенно в сегодняшней ситуации нашей страны. Вы понимаете, о чем идет речь. Сегодня мы долго разговариваем, много или мало 20 лет будут президентом России, что такое подготовка преемника. Я горжусь тем, что очень много, очень много выпускников в моей режиссерской мастерской в ГИТИСе сегодня – это мощные, крупные, действующие театральные режиссеры. Это Костя Солдатов, который замечательно руководил вначале одним областным театром, сейчас другим. Это, например, Денис Азаров, они все там лауреаты золотых масок. Это Марат Гацалов, это очень сильные мои любимые студенты. Есть и нелюбимые, есть студенты, которые тихо спрятались в себе где-то и что-то там такое плетут. Но в основном, даже во всех московских театрах, во всех крупных театрах, есть мои ученики актерской мастерской. И поэтому, когда вы говорите о преемнике, я совершенно уверен, меня не станет, как любого из нас не станет. И в театр должен прийти сильный режиссер со своей программой. Не надо ему ничего у меня перенимать. Придет сильный, мощный режиссер, который способен будет, пусть поменяет курс театра, пусть поменяет методологию, технологию, программу. Пусть это его право, это нормально. Какой там преемник? Это неправильно. А можно говорить, что сегодня у школы современной пьесы есть своя особая атмосфера, почерк, стилистика. Конечно, программа есть прежде всего. Школа современной пьесы – это не только название, это идеология, это программа. Мы не ставим совершенно сознательно, вот уже 30 – это и есть моя концепция, это и есть мое предложение для этого театра, и оно вот уже более 30 лет осуществляется. Я ставлю только премьеры, только пьесы, которые только что написаны. И поэтому не случайно в нашем театре дебютировали, как драматурги, очень многие крупнейшие российские прозаики. У нас уже, не знаю, более 20 лет, по-моему, идет пьеса Улицкая «Русское варенье». У нас шла замечательная пьеса Димы Быкова «Медведь». Это его первое, пока последнее драматическое произведение. А идут замечательные пьесы Витя Шандеровича, идет пьеса Бориса Акунина. То есть я называю вам крупнейших проза. У нас, по-моему, уже четверть века идет «Остр вредные советы», которые мы поставили, и вот с тех пор играем, играем, играем. И наш театр открыл «Гришковца», извините. «Гришковец» у нас начали, все пьесы «Гришковца» прошли именно в нашем театре. И все его моноспектакли, вот сейчас мы с ним сделали спектакль, он играет главную роль, пока наливается пиво. И я этот спектакль поставил, сочинил, там даже текст не написан, там идет импровизация. Поэтому «Школа современной пьесы» – это, конечно же, такой программный театр. Мы сознательно не ставим классику. А если ставим, то мы абсолютно заново приглашаем композитора, поэта, естественно, там сценографа, очень сильного баритмейстера, и мы сочиняем в игре, например, вот у нас есть спектакль «Горе от ума» или «Русское горе от ума». Для нас, Грибоедов, повод для сочинения спектакля. Или «Шинель-пальто» – это гоголь, но это мюзикл, шинель, которую поют, шинель, которая вся переестественно перестает. Это кому-то нравится, кому-то нет. Хотя в большинстве это нравится. Я сужу просто по аншлагам в нашем театре в Москве. А это самый такой верный показатель. Порой современному материалу, драматургическому, художественному, литературному нужно пройти время, чтобы быть признанным. Вот вы как минимизируете эти риски, когда отбираете материал современный? Видите, к сожалению, драматический театр, он сиюсекунден. Если в кино это возможно зафиксировать, и фильм, который не оценили сегодня, оценят через 10 лет, не говоря уж о литературе. Мы знаем, что всплывают гениальные произведения через десятилетия. Не говоря о живописи, не говоря о музыке. Там сначала Шостаковича объявляют, как там в газете «Правде» было написано, вместо «Сейчас, сейчас, сейчас». Какое-то такое очень резкое слово. Там типа какафония вместо музыки, еще что-то такое. Я не помню точно слово. А потом выясняется, что это гений, опередивший время на десятилетие. Так же со Шнитки, так же с Гайбайдулиной. Понятно. Но театр в этом смысле сиюсекунден. Потому что даже спектакли, зафиксированные, скажем, в Великом Мхате, посмотрите, сегодня есть запечатленные на пленку куски из надне, и Качалов покажется вам просто неким таким провинциальным дурным артистом. А в свое время он был самым мотивированным и самым таким документальным. То же самое, я думаю, сегодня. Даже я вот помню спектакль «Идиот» в БДТ, где ни больше, ни меньше Мышкина играл Смоктуновский, а Софию играла Доронина. Да, 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 в БДТ вот «Идиот». И вот я не так давно случайно в записи это послушал, как я плакал, я был восхищен. Сегодня я слышу некие актерские голоса. Проходит время, и понятие достоверности, документальности, мотивированности, веры, убедительности, к сожалению, меняется. Как меняется вот одежда, как меняется прическа, как вообще меняется время. Тогда объясните, зачем самому популярному театру в Москве, театру, который побывал по всему миру, зачем ему нужен Владимир? Прекрасный вопрос. Вы знаете, я уже здесь несколько дней общаюсь тут. У меня была замечательная встреча с губернатором, общаюсь с Алисой Михайловной, с министром культуры. И должен сказать, что этот вопрос слышу регулярно. Вот, мало того, мой ответ может не удовлетворить. Я должен сказать, да. При том, что мы вот недавно завершили большой проект в Берлине. Больше года мы играли ежемесячно, работал филиал театра. Ближайшие наши большие гастроли зарубежные – это Париж-Лондон. Летом у нас будут большие гастроли в Одессе. То есть мы востребованы гастролирующие, участвующие в фестивале театр. Но для меня принципиально важен филиал в городе Владимире. Я вообще не понимаю, почему город Владимир с такой историей, ну, что вам рассказывать, с такой вообще насыщенной атмосферой. Город, который там вот через несколько лет, по-моему, Суздаль тысячелетия отмечает. И вообще, ну, Владимир, ну, что тут говорить, зайдите в храм и посмотрите на фрески. И вот этот Владимир имеет один театр, ну, кукольный, я не считаю, один драматический театр, рядом Москва, тут в полутора часах езды, рядом Москва, где 300 театров, что Владимир в 300 раз меньше, или в Москве, или здесь другие люди живут. Владимицы имеют право на столичный театр, регулярный. И я уверен, хоть мы это делаем впервые, я очень благодарен руководству Владимирской области, очень благодарен за то, что они моментально эту идею поддержали, осуществили, и мы это делаем. И я совершенно уверен, что за нами пойдут другие. Я вот так же, как мы открыли в Берлине первый раз филиал Московского театра, сейчас там уже очень стоит из замечательных московских театров, кто будет следующим. Я думаю, то же самое будет здесь. Если человек, любящий театр во Владимире, придет и увидит один наш спектакль, и увидит, в этом спектакле играет Татьяна Васильева, а в этом Ринал Пёрова, а в этом Александр Галимин, а в этом Санаева, у нас 11 народных артистов. И тут не в народных делах, а в том, что каждая пьеса оригинальна. Я стараюсь приглашать режиссера, в отличие от директоров провинциальных. Я стараюсь приглашать режиссеров, которые лучше меня, намного интереснее меня. Сейчас ставят у нас в театре Дмитрий Крымов, а перед этим ставил Андрей Желдок, а перед этим ставил Иван Верыпаев, а перед этим стал Сергеевич Говорухин, и так далее, и так далее. Я выбираю самых звездных режиссеров и самых молодых, самых талантливых, самых резких. Я прислал как-то во Владимирский театр свою очень талантливую ученицу. Она сейчас блестяще работает в моем театре, выпустила спектакль. Она сейчас работает в Уфе, выпустила уже несколько замечательных спектаклей, премии и все такое. Ее прислал поставить дипломный спектакль. Она в вашем театре провела неделю репетиций, была изгнана отсюда, просто изгнана. А девка очень интересная, прямо очень. Поэтому, извините, хочу, чтобы во Владимире люди увидели нормальный, простите за нескромность, один из лучших московских театров. И это делаю сознательно, поверьте, не для денег, не для каких-то там наград, для того, чтобы это было, и чтобы за мной пошли другие. Мне это нравится. Я вообще занимаюсь в свободное театровое время гонками по бездорожью. Вот для меня это очередное театральное бездорожье. Спасибо огромное, что сегодня пришли к нам. Это интересный очень эксперимент. С удовольствием мы будем посещать эти спектакли. Да, я очень надеюсь. Вот это будет.